всем привет до эфир включился с вами я лейла чачева сегодня санкт-петербурге туман да вот я смотрю на него на петропавловскую крепость она еле видна из нашего окна поэтому сегодня туман какой-то дождик хотя погода в целом хорошая очень хорошая питере не бывает плохой погоды у нас каждая погода благодать буквальном смысле слова вчера мы говорили сегодня уже пятый раз я выхожу в эфир пятый день вернее говорю о проекте контрастный санкт-петербург который мы придумали сделали вместе с моими друзьями коллегами и единомышленниками и петербург москва кстати то не только питерские ребята участвуют московские тоже потому что у нас сейчас очень много гостей из москвы ого какой большой корабль едет черный я бы вам показала но не будет видно потому что из окон не видно когда такой туман и телефон не показывает это могу только прокомментировать огромная баржа черная просто вообще невероятно я вчера об этом говорила сегодня повторяю то что у нас уже середина ноября середина ноября а у нас навигация корабли причем плавательные туристические всякие развлекательные продолжают ездить и это просто чудо когда буквально пару-тройку лет назад мы уже в это время разгребали откапывали свои авто с лопатами с утра у нас было одно развлечение откапывать машины которые завалены за ночь так что не выехать поэтому вот представляете как меняется климат вот и не только климат меняется все и все к лучшему и как предсказывали лет 30 назад синоптики что в санкт-петербурге через четверть века будет климат средиземноморья а не минус 40 как в моем детстве жестко 4 месяца поэтому вот эти все предсказания сбываются потому что да вот так к этому идем еще пару-тройку лет и у нас наверное будет климат среди средиземноморья я думаю вот при таком так скажем раскладе вот и что я сегодня хочу сказать я немножко хочу добавить ко вчерашнему своему выступлению вчера у нас было 6 рукопожатий я так как у меня много видов деятельности было за всю мою жизнь особенно основная конечно предпринимательская деятельность торговля по первому образованию институт советской торговли поэтому конечно же торговля основная часть моей жизни и я вчера говорила что от мечты до ее воплощения хотя слово мечта может быть немножко такое знаете узковатое узковатое понятие то есть от мечты до ее воплощения 6 рукопожатий 6 рукопожатий мы посчитали посмотрели это 64 миллиона друзей друзья друзей друзья понимаете то есть если исходить что в первом окружении в личке так скажем да в личном окружении у каждого человека это по статистике 20 человек то есть у каждого человека есть личных знакомых 20 человек неважно это родственники соседи коллеги просто какие-то люди не знаю которые с которыми знакомимся мы иногда в странных местах но это не имеет значения имеет значение что у каждого человека есть контактах как минимум 20 человек и 6 рукопожатий то есть если использовать эти 20 контактов у каждого из них тоже 20 и у тех тоже по 20 то есть у всех по 20 то 6 рукопожатий это вашем распоряжении 64 миллиона человек как вы думаете из этих 64 миллионов человек неужели не найдется 5 единомышленников 65 конечно найдется но что нужно делать искать хотеть двигаться в этом направлении потому что мы учимся всю свою жизнь всю вот с момента рождения до самого последнего момента мы учимся и не просто учимся а тренируемся практикуемся и только через практику мы можем закрепить результат то есть теоретические знания это ни о чем до прочитать да знать но если не испробовать не сделать то это ну за знание даже нельзя считать поэтому мы учимся мы тренируемся мы практикуемся и тогда мы можем сказать что да мы это умеем не важно что это вообще вот и еще раз повторяю что я как человек который очень много десятилетий отдал ювелирной торговли я как бизнес как человек бизнеса как общественный деятель я говорю то что понимаете понимаете очень важно сейчас понять каждому предпринимателю и каждому человеку конкретно вот я пятый день сегодня выхожу в эфир где-то в районе часа я думаю ну так вот как раз мне удобно я просыпаюсь делаю свои дела подготавливаюсь и выхожу в эфир вот пятый день я думала тоже так будет но сегодня вот более полутора часов заняла на встреча пришли соседи и как раз шел разговор о бизнесе то есть молодой человек сейчас на распутии то ли идти искать работу то ли делать свое дело и когда я вот стала задавать ему вопросы что вот а какие ресурсы какие как и что вы умеете что вот как и когда он мне все это назвал перечислил и уже то есть у него фактически уже готовый бизнес и для этого ничего не нужно еще дополнительно кроме одного единственно это делать я вообще была в шоке я говорю так вы еще с таким имея такие ресурсы вы еще думаете о том чтобы идти устраиваться искать какую-то там работу по найму неизвестно вообще чем все это кончится и сколько это продлится вы потеряете время вы потеряете себя потому что каждая неудача это потеря себя не и как бы ни говорили знаете философы психологи что ой это удары судьбы мы для нас это не страшно для сильных людей ничего подобного это страшно для всех и чем сильнее человек тем страшнее провал потому что когда человек идет даже устраиваться на работу он надеется он верит то что у него все будет хорошо или по крайней мере лучше чем было но точно не хуже потому что если человек думает что вы ему будет там еще хуже он туда не пойдет но я не знаю таких людей просто чтобы человек сознательно пошел туда где ему будет хуже в перспективе естественно все надеются на лучше все хотят лучшего все мечтают о лучшем но позволить себе это лучше а вот тут вот и начинается такая маленькая игра самому с собой то есть пойти устроиться на работу за какую-то мифическую и не факт что она еще будет это зарплата и и и при этом имея возможности умения и знания и навыки делать что-то самому более успешно но взять же надо ответственность на себя понимаете то ли идешь ты в наем тебе там обещают золотые горы потом все это рушится и тебе говорят ну извини не получилось а но зато и ты вроде не вот меня обманули меня кинули меня там это меня то я сама через это все прошла я не просто так сижу и вещать поэтому ребята господа друзья коллеги я вас вот просто каждый день буду призывать к ответственности ответственности за свою жизнь за свою за свое будущее и за свою душу и за свою за путь к себе взять ответственность самому а не передавать ее работодателю кому-то там чего-то и и потом думать а кто виноват искать виноватых у меня есть такие приятели тоже уже не приятели уже знакомые так я так даже и не звонить не писать ничего не хочу никаких даже от них потому что у них как шарманка знаете что такое шарманка шарманка это когда ограниченное число музыки записывается в таком ящичке и она вот крутится вот так играет одно и то же одно и то же это шарманка не может играть разную музыку она и одну музыку только может играть ра-ляля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля вот такие знакомые у меня есть которое как шарманка последние 15 лет играют одну и ту же мелодию понимаете я даже не хочу это обсуждать поэтому я надеюсь я сегодня вот полтора часа я сейчас потратила на то чтобы разобраться в ч het должен и даже не разобраться там сразу все Но вот как это человеку объяснить, что он сейчас не просто делает выбор, что сегодня он пойдет завтра на собеседование, или сейчас он все ресурсы свои мозговые сосредоточит на достижении своих собственных, своих желаний, своих умений, реализации своего потенциала огромного. У человека огромный потенциал, потому что если у человека нет потенциала, во-первых, он ко мне не придет, во-вторых, я бы так сказать, таких даже не бывает, потому что отсутствие потенциала не бывает в принципе, потому что каждому дается потенциал и талант. Или талант, потенциал, это, в принципе, одно и то же, я думаю. Но не каждый, может быть, его хочет реализовать, понимаете, взять ответственность и сказать, да, я отвечаю за это сам. Может быть, он хочет передать ответственность работодателю и сказать потом, вот плохой человек мне не заплатил, или там обманул, или сказал заплатить столько, заплатил меньше, понимаете. А не сказать, я сам сделаю, вот я умею это делать, да, я умею жарить хорошо яичницу. Все, я буду жарить хорошо яичницу. Я умею хорошо печь пирожки, я умею вышивать крестиком. Тоже одна моя приятельница, она прекрасно вышивает крестиком, но почему-то все время мечется, что-то ищет. Я говорю, слушай, сиди, вышивайся своим крестиком, делай что-нибудь какие-нибудь, хендмейт там, не знаю, сейчас прекрасно все продается это. У меня, я же говорю, у меня есть товарищи, которые прекрасно этим, ну, живут, делают любимые дела, там, кукол всякие, поделки всякие и все это. Нормально себя чувствуют абсолютно вообще, озадачены только творчеством, чтобы еще придумать какое-что, вот, а я там эти нитки вот так, вот так сделала. У меня даже, я сегодня вот даже приводила и приведу еще раз пример, два разных человека, приблизительно одного возраста, ну, приятели, знакомые, приблизительно одного возраста, приблизительно одного, ну, так скажем, социального статуса, приблизительно. Ну, как бы вот у них вроде, они, конечно, разные, там все, они друг друга не знают, я их знаю обоих. И они оба открыли буквально перед самой пандемией, в прошлом году, в конце прошлого года, они открыли оба разные кафе по разным франшизам, но приблизительно там плюс-минус, там, не знаю, ну, в одной нише, так скажем, вот. У одного все вот просто идет на взлет, несмотря на пандемию, несмотря на вот эти все дела, он сейчас делает сетку, он развивается, хотя ресурсы у них были одинаковые, я знаю просто это, ресурсы я имею до финансовые и, ну, таланты, так скажем, вот. Вот не сказать, что один там суперкрутой, а второй там какой-то, нет. А у другого, даже наоборот, при первом взгляде, как бы, тот, который ничего у него не получилось, он наоборот более, как бы, вроде, крутой, если можно так сказать. Вот, поэтому, вот такая ситуация, понимаете, два человека делают одно и то уже. Один развивается, и у него все хорошо, второй сейчас банкротство, и непонятно, что делать, и долги, и все такое. Понимаете, тут, опять-таки, возвращаюсь, я как член союза предпринимателей, как человек, который общается вообще всю жизнь практически в бизнесе, ну, торговля, бизнес это одно и то же сейчас, вот. И, зная, что происходит сейчас в союзе предпринимателей вообще на рынке Санкт-Петербурга, когда идешь, ну, я думаю, что так везде, и не только в России, в мире, не думаю, вернее, так оно и есть. Вот, идешь вон по Невскому, идешь тут по самым золотым местам, и везде аренда, 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 сейл, либо продается, либо аренда, то есть, закрывается просто тотально. Но при этом, при этом, какие-то вот реально процветают, какие-то реально процветают, причем, даже, вот, если так внешне посмотреть, даже сразу не поймешь, почему так. Вроде и там было все хорошо, почему они закрылись, а у этих вроде ничего особенного, они прям работают, и все у них хорошо, понимаете. Вот это, вот, я вам скажу секрет, рыба гнет с головы. Когда хозяин в нормальном состоянии здесь, хозяина я не имею в виду глобальное что-то, каждый человек сам себе хозяин должен быть. Каждый человек не рождается ради работу работать, понимаете. Каждый человек должен сам себе быть хозяином. Это, понимаете, так должно быть. Если кто-то со мной не согласен, я спорить не буду. Я принимаю любую точку зрения, я выдвигаю свое, вы имеете право на свое. Но каждый человек сейчас должен осознать, вот, прямо сегодня, друзья, завтра будет поздно, сегодня, сегодня сказать, я вообще кто, я где, я здесь или я где, и кто. Поэтому сегодня, вчера я рассуждала о шести рукопожатиях, сегодня я буду говорить об эффекте третьего лица. Я себе тут сделала всякие пометки, потому что я иногда начинаю говорить, говорить, и часть забываю сказать, а потом вспоминаю, думаю, что я это не сказала. Потому что много информации хочется выдать за короткий промежуток. Я вчера даже забыла, что, хотя, может, я и не знала, и не помню, что в инстаграме всего 40 минут дают на болтовню, и у меня закончился тайминг в инстаграме. Ну, ладно. Вот, что я хочу сейчас не сказать. Я хочу вам дать маленькую помощь. Вы можете, конечно, сказать, что вот, легко говорить. Согласна. Говорить легко. А делать трудно. И есть один маленький секретик. Как сдвинуться с мертвой точки? Это эффект третьего лица. Вот такая простая, понимаете, истина. Что это такое? Эффект третьего лица – это когда происходит взаимодействие с третьим лицом. Неважно, даже, понимаете, вот не хочу, хотела привести пример, не буду никого дискредитировать, не хочу. Когда, вот, допустим, вы наедине с собой, а потом появляется какой-то собеседник у вас. И даже этот собеседник вообще не в курсе. И даже он никак не совершенно не понимает даже, может быть, вашу, там, проблему или ваше, там, умозаключение. Но вы когда начинаете говорить, знаете, есть такой анекдот. Учительница приходит в учительскую, говорит, уж я им объясняла, объясняла, ну, ученикам. Объясняла, 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 объясняла. Уже и сама поняла, а они все не поняли. Так вот, это эффект такого, знаете, взаимодействия. А почему третьего лица, а не второго? Потому что тогда вы обсуждаете с двумя людьми, вернее, один на один с кем-то, то это неправильная истина. А когда включается третье лицо, вот втроем что-то обсуждать, даже если они не в курсе, это вот сто процентов будет истина. То есть вам уже легко, понимаете, легко. То есть сообразим на троих, это должно быть буквально. Вот мы сейчас пили чай и втроем обсуждали дальнейшее, вот как, что нам делать. Потому что я настолько счастлива, что у меня появился этот проект, вернее, он не появился, не просто с луны упал, а вот наконец он, этот проект материализовался, контрастный Санкт-Петербург. И это настолько точное название, что оно привлекает уже само, привлекает сам, сам проект, уже не я, а вот он сам уже тянет на себя людей, каких-то, какие-то, ну вот происходят события, которые, ну, в общем-то, предсказать невозможно. И даже придумать невозможно, что так может происходить. Но так все происходит, вот так происходит все. Когда действие, сначала мысль, потом действие, сразу, когда в действие все это перерастает, то тогда оно начинает уже вот это энергетическое, как это, воронка продаж ее называют эти всякие продажники, воронка продаж начинает закручиваться, и она как магнит притягивает, притягивает все, чтобы это было успешным. А дело того человека, ну, вот, в частности, меня, как инициатора, соинициатора, да, проекта контрастный Санкт-Петербург, еще других людей, взять на себя ответственность за исполнение своей ключевой задачи. То есть, какова задача, какова миссия, какова вообще, ради чего вы утром будете вставать с кровати. Как вот, многие об этом говорят, ради чего вставать с кровати. Ну, что, я основное сказала, что хотела, конечно, я могу говорить бесконечно, потому что я знаю, насколько сейчас много людей, так скажем, с одной стороны, это хорошо, что их стало много, что они вынуждены делать, думать и делать, и действовать. С другой стороны, я понимаю, что без поддержки это невозможно. Человеку может помочь только человек, но ищущему человеку, хотящему, стремящемуся, двигающемуся, найдется ответ всегда. Когда есть вопрос, есть ответ. Это так работает, я не знаю. Я поэтому это все говорю в эфир, потому что я понимаю, что кому-то это нужно. Вот сто процентов нужно. И даже не важно, понимаете, что я говорю, или не понимаете. Я уверена, вы сейчас думаете о своем, и наверняка у вас какие-то инсайды все равно появляются. Потому что я сегодня специально одела красный пиджак, чтобы... Ну, цвет тоже огромное значение имеет, потому что у меня кандидатская по невербальным технологиям. Поэтому цвет очень большое значение имеет, тем более красный. Красный это всегда зачет в любой ситуации, в любой религии, в любом, не знаю, сообществе, в любом. Красный это беспроигрышный вариант. Если женщина в красном, значит, мимо... Ну, то есть, незамеченной она не останется. Вот я сегодня обрядилась в красный пиджак, чтобы вы не смогли меня не заметить и не услышать. Потому что я очень хочу, очень хочу, чтобы даже самые-самые... Ну, пессимисты я это слово не очень люблю. Даже самые люди, которые, может быть, сейчас немножко потерялись, растерялись, немножко, ну, так скажем, не знают, куда чего идти, чтобы они услышали меня сейчас. Потому что интернет, это великое изобретение человечества. И меня сейчас могут слышать люди на всей планете. Совершенно без ограничений. Потому что я еще выложу на YouTube, еще выложу везде. Я сейчас в ВКонтакте, выложу в Instagram, на Facebook. И меня смогут посмотреть тысячи, тысячи людей. Ну, что, в принципе, и происходит. И я уверена, что из этих тысяч, раз я так выступаю, значит, я кому-то должна это донести. Это сто процентов. Я это чувствую, это знаю. И по-другому не может быть. Те, кому это не нужно, они просто не будут смотреть даже на мой красный пиджак. Это, ну, я даже не беспокоюсь. Но если я кому-то смогу это донести, вот эту маленькую искорку. Знаете, это как, когда вы костер должны разжечь. Вам нужна всего одна маленькая-маленькая искра, чтобы разжечь костер. А этот костер, он может потом разгореться вообще и согреть и вас, и всех. Вот, и вот, чтобы вот эту вот маленькую искорку зажечь, я вот для этого, я сейчас все это говорю. Для этого, только для этого, чтобы зажечь вот этот маленький-маленький вот чирк-чирк. Кто-то посмотрит на меня и скажет, ну, если она так говорит, может, действительно надо как-то еще раз посмотреть на все это дело с разных сторон, под разной точкой зрения. С кем-то может посоветоваться, может быть, даже посоветоваться с людьми, с которыми бы раньше не стали советоваться. Понимаете, я, почему я вчера такой акцент делала на окружение. Окружение это очень важно, очень важно. Это может быть 99% успеха, 9 десятых. Вот, друзья мои, это так, понимаете. Но многие говорят, меняйте окружение, меняйте, меняйте окружение. Нет, надо налаживать отношения с окружением. Надо налаживать отношения с собой в первую очередь. И тогда с окружением уже будет налаживаться оно само. Опять-таки с некоторым окружением за счет третьего лица, эффекта третьего лица можно наладить отношения, причем прекрасно. И вообще практически без потерь моральных и каких-то там психологических. Понимаете? Эффект третьего лица. Это такой маленький секретик, но с огромной глобальной такой штукой, которая вас может просто вот спасти. Не то, что спасти, а вот еще и дать вам вот такую телепорт, телепортацию сразу. Жик и все хорошо. Поэтому запомнили, да, шесть рукопожатий. Налаживаем отношения в окружении в своем, особенно в личке, как я и говорю, 20 человек минимум. Выстраиваем отношения правильно. Причем не надо напрягаться, не надо вообще заставлять себя. Не надо каких-то искать какие-то, не знаю, точки там соприкосновения. Вот не надо этого всего делать. Просто надо сказать себе, я хочу, чтобы все было лучше. Хочу. Я сделаю то, что, я готова делать то, что вот от меня зависит, чтобы взять ответственность на себя и сделать свое дело максимально хорошо, как это возможно. Любое дело, не важно, что это. Да. И тогда все равно, хоть один человек у вас в окружении есть, с кем вы можете выстроить отношения. А с помощью его уже дальше можно эффект третьего лица применяя выстроить и как-то сгладить, чтобы ваше ближнее окружение, по крайней мере, не фонило так, что вы не можете работать, вы не можете двигаться, вы не можете думать. Понимаете? Это важно. От себя не убежишь. Это все знают. Можно купить билет на самолет и улететь на другой конец света, но от себя никуда не улетишь. И билеты на самолет не продают. От себя. Поэтому я и называю свое именно направление в контрастном Санкт-Петербурге, это путь к себе. Путь к себе. Так как я в ювелирном, так скажем, бизнесе, в ювелирных украшениях всю свою жизнь, и это моя любимая моя тема. Поэтому я, конечно же, стараюсь дать и, как сказать, путь к себе через украшения, но это уже более лайт вариант, более личностный, может он подходит очень небольшому кругу людей. Но и это не важно, понимаете? Я приглашаю всех, я приглашаю к себе присоединиться. Это лейла.про мой сайт, и там выходы на все мои соцсети, инстаграм, фейсбук, контакт, что там. Я есть везде, в тиктоке я даже есть. Ну, правда, только-только начала, но там весело, да. Особенно мне нравится, что там музыку можно накладывать. Я еще до конца так не научилась, но уже пытаюсь. Там можно музыку сразу наложить на видео. Вот это мне очень нравится. И музычку можно выбрать. Да, я просто музыкальную школу как закончила, к пианино даже не подходила. Поэтому, ну, закончила, потому что так считалось, что музыкальную школу надо закончить. И это круто. На самом деле, наверное, надо иметь какую-то тягу к этому. Но сейчас все равно без музыки очень грустно. Я стараюсь всегда, чтобы музыка была, играла когда-то там, особенно по настроению. Если и вам рекомендую, музыка очень помогает, очень помогает. Иногда просто даже сесть послушать немножко музыку, уже все совершенно меняется. И уже хочется, уже хочется по-другому, уже хочется. Я даже сейчас говорю о музыке. Сегодня я фоном не поставила музыку, потому что вчера как-то поспешила. И какая-то не та музыка там попалась. И поэтому мне она как-то не очень понравилась. И сегодня опять, опять я тоже. Я же, видите, я не готовлюсь там часами. И так, у меня нет команды, которая там готовит меня к эфиру. Я все делаю сама, поэтому я и не претендую на суперзвезду или как там. Я всего лишь хочу донести до вас, чтобы вы, дорогие мои друзья, кто меня смотрит, чтобы вы сделали то, что вам по душе. Чтобы вы точно знали, что это правильно, что именно это надо делать, то, что вот здесь, то, что ваши таланты развивают, то, что вам дает прилив энергии, то, что ваши мысли радуют, то, что вы считаете себя человеком с большой буквы, когда вы этим занимаетесь, и вы гордитесь собой. Вот это надо делать. Вот я для этого здесь, только для этого. Вот всякие приемы, шесть рукопожателей, эффект третьего лица, это всего лишь вспомогательные средства, их много. Я буду о них обо всех рассказывать, но понятно, что не зараз это невозможно, потому что я стараюсь вам давать все это от души, то, что вот у меня сейчас на душе, и вам, чтобы легло хоть какой-то такой маленький инсайдик, если у вас случится, секретик такой маленький для себя. Потому что секретики должны быть у всех, да. Как говорят, каждой женщине должна быть какая-то тайна, но я думаю, что не обязательно в каждой женщине, во всех должен быть какой-то секретик. Что еще я не сказала, чтобы не забыть? Так, вроде это сказала, это сказала, это сказала. Ну да, остается мне только поблагодарить вас за то, что вы меня слушали сегодня, пригласить еще раз, на миллионную к нам пригласить, пригласить в наш проект «Контрастный Санкт-Петербург», пригласить на наши экскурсии, которые проводят. Ну, я так особо экскурсии не провожу, я вот больше чай могу в мастер-класс какой-то или аналитику какую-то провести, ну и, конечно, в гости приглашаю. А вот Татьяна Валькова и еще ряд у нас замечательных людей, которые проводят великолепные экскурсии, Татьяна Валькова особенно, она занимается альтернативной историей Санкт-Петербурга и вообще мира в целом. Она посетила, там сколько, 35 стран объехала и везде она вот это все изучала, и тем более так все сейчас это преподносит. У нее два тоже образования, одно техническое, одно психологическое, и она все это прям с упором на факты и по науке делает. Ну, в общем, замечательно, чудесно, мы только начинаем наш проект, приглашаем всех, присоединяйтесь, пишите, звоните, задавайте вопросы. Я буду стараться все это как-то, как говорится, выдавать уже дальше, чтобы вот эта цепочка рукопожатия не прерывалась. И насколько это будет мне позволять мои силы, я буду это все, так скажем, лелеять. Вот, и желаю вам всего доброго, всего самого лучшего. Leila.pro мой сайт, там вся информация, вот, также есть у нас еще маркет, мы его тоже сейчас развиваем, и ретро-маркет тоже у нас вот будет. Кстати, на днях у нас открытие выставки будет от великолепной, замечательной такой вообще художницы, которая пишет картины невероятной красоты и смысла. Вот, не буду пока предвкушать, вернее, ну, предвосхищать все это. Я чуть позже скажу, кто и точную дату тоже приглашаем. И онлайн, конечно, все будет онлайн освещаться, все я стараюсь, вот, чтобы вы были в курсе, потому что я понимаю, что в Санкт-Петербург не все могут приехать, но я очень надеюсь, что все-таки кто-то может приезжать, и приезжайте. Сейчас у нас замечательно в Санкт-Петербурге, и настолько здорово, что, конечно, стало меньше людей, но больше россиян. Точнее, даже практически одни россияне. Это здорово, на какой-то промежуток времени, я думаю, это, не знаю, кто это все придумал в масштабах мира, я не хочу обсуждать это, как говорится, не, ну, как-то это другие ответственность взяли на себя. А я вот просто призываю пользоваться, наслаждаться тем, что есть. И все ресурсы, которые у вас есть, нужно их использовать. Я уверена, вы меня услышите, услышали, вернее, уже, и подумаете над этим. И, кстати, я давала домашнее задание по поводу, чтобы вы посмотрели старые картины с украшениями. Какие там украшения, какие там роскошные ткани, какие там роскошные всякие, ну, вот на старинных картинах, на старых всякие там перья, там всякая мебелировка такая, прям вот прям роскошь, прям такого сейчас нет. Сейчас такого даже не производят, я даже не представляю, как это можно, из чего это было сделано. Как товаровед, как товаровед. Вот, поэтому я вам давала это домашнее задание. Не просто так, потому что я дальше буду еще это все дело развивать. Так что очень рекомендую вам окунуться в эту красоту, в эти всякие ретро красивые штуки. Вообще надо себя красотой окружать, красота спасет мир, да. Спасибо всем, всем желаю добра и, надеюсь, в ближайшее время еще увидится с вами. Субтитры сделал DimaTorzok